Вице-премьер Хуснулин призвал сократить количество парковок у новостроек, чтобы люди пересаживались на велосипеды и автобусы. Здравое предложение, как вы считаете? Не совсем. Да. Может, в этом и есть какая-то польза, да? Но не совсем. Нельзя совсем все это что-то убирать, а что-то такое. Надо как-то 50 на 50, наверное. Я так думаю. Смотря в какую погоду. В дождь и в снег, и в ветер, конечно же, нет. А в солнышко почему бы нет? Прокатиться, подышать свежим воздухом. Супер. Я думаю, не очень. Потому что инфраструктуру надо развивать, а только после этого уже избавляться от парковок и всего остального. Неудобно будет в самом-то деле. Поэтому нет и все. Пускай делают, пускай делают, если удобно. Они же там думают головами. Глупость, конечно. Вместо того, чтобы сосуществовать с автомобилями, предпочитают с ними бороться. Ну что за дурость? Дурость. Просто надо учиться. Просто надо архитектуру, наверное, создавать такую, чтобы сосуществовать нормально с автомобилями. А на велосипедах мы можем и помимо автомобиля ездить, правда? Вы знаете, к сожалению, я машину не вожу. Поэтому, ну, парковки нужны, конечно, что там говорить. А вообще на велосипеде ездить очень полезно. Предложение хорошее, но все равно будут люди, которые ездят на машинах. Поэтому, наверное, все отдавать от парковки для велосипедов, наверное, смысла нет. Потому что я, например, не смогу съездить даже на машине, а потом выйти с ребенком погулять. То есть должно все быть как-то более осознанно, пропорционально. Думаю, что нет. Все-таки велосипеды и не тот транспорт, чтобы на нем кататься. Кататься, особенно вот в парках, как бы по тротуарам. Я не считаю, что это нужный транспорт. Я считаю, что лучше парковки надо, чем... А кто захочет на велосипеде кататься, он так покатается и найдет, где его поставить. А вы сами или ваши родственники, где паркуете авто? У меня сейчас нет авто, но я собираюсь перебрести, а так планирую около дома. Но какие-то другие варианты там. Либо арендовать, либо где-то искать парковки. Платы, неплатные. Но это сложнее. В гараже. У нас гараж. В гараже находится авто наш. У нас частный дом, мы не сталкиваемся с такой проблемой. На парковочных местах и специально отельянных местах. Возле дома. Возле дома. Слава Богу, в нашем дворе есть где припарковаться. Я смотрю на другие дворы, я им не завидую. Да, это зависит от застройщика. Иногда так строят, что невозможно припарковаться. Лишь бы воткнуть этот жилой дом. Я живу в частном доме, поэтому я паркую у себя во дворе. А так, ну, в границах, где разрешена парковка. На стоянках или, получается, во дворе, ну, там, где положено. Ну, как-то около дома умудряемся. Так что у каждого там где-то примерно свои места есть. Ну, в Южно-Сахалинске, кстати, комфортно людям живется. Да. Так что я поздравляю вас с тем, что вы живете в таком красивом городе.